урок 2 прибыль букмекера в различных источниках прибыль букмекера называется по-разному но математика за ней скрывается одинаковая так называем маржа это прибыль букмекера или проще говоря это сумма денег который букмекер сохранит если все ставки будут размещены пропорционально предлагаемым коэффициентом процент маржи рассчитывается как отношение прибыли букмекеров к сумме всех ставок итак возьмем наш предыдущий пример справедливых шансов но сейчас мы уменьшим все коэффициенты на 10 процентов но оставим ставки на прежнем уровне 100 долларов в нашем примере это будет выглядеть вот так как видите независимо от результатов игры общая выплата составляет всего 90 долларов а букмекер оставляет 10 долларов в качестве своей прибыли в этом конкретном примере маржа составляет 10 процентов но на самом деле она может варьироваться маржа определяется разными факторами некоторые из основных это спорт на который мы делаем ставку и лига в которой играют команды например на крупных спортивных мероприятиях маржа может быть снижена до 3-4 процентов в то же время в некоторых видах спорта где вероятность исхода предсказать намного сложнее маржа может достигать 15-20 процентов еще один фактор влияющий на размер маржи это прогнозирование дополнительных результатов для события иногда такие дополнительные результаты трудно предсказать в результате букмекеры увеличивают маржу чтобы защитить себя от возможных ошибок своей линии количество возможных исходов спортивного события также играют важную роль в определении размера маржи поскольку слишком большое количество исходов обязательно приведет к дисбалансу и деньги отставок не будут распределяться должным образом в реальной жизни когда деньги распределяются не по вероятности букмекеры находятся в более рискованном положении и поэтому их маржа растет чтобы покрыть возможные убытки теперь мы рассмотрим еще кое-что смотрите и слушайте внимательно и оставляйте комментарии если у вас остаются вопросы сниженная маржа это очень популярная ситуация особенно в сша в этой ситуации события представлено только двумя исходами без ничьи оба исхода включает гандикап гандикап это по сути не точное уравнение для обеих команд если все сделано правильно гандикап создает две разные группы игроков те кто делает ставку на ведущую команду и те кто делает ставку на проигравшего в этой ситуации букмекеры могут установить маржу ниже чем при розыгрыше в три исхода с учетом гандикапа коэффициент для обеих команд составляет около 1.91 для обеих команд в этом случае мы можем использовать нашу формулу для расчета маржи мы используем те же 10 долларов в качестве общей суммы ставок и делаем 50 долларов на каждый исход таким образом в конце игры выплата букмекеров будет равна 50 умножить на одну целую девяносто одну сотую что составляет 95 долларов 5 центов и он сохранит 4 спайм доллара в качестве прибыли это стандартная маржа как и в любом другом бизнесе букмекера конкурируют друг с другом пытаясь привлечь клиентов и поэтому некоторые компании предлагают более высокие коэффициенты с гораздо более низкой маржой например пенайкл предлагает коэффициент 1.95 сотых для каждой команды с учетом гандикапа другие букмекеры такие как sbo bet 188 bet используют так называемый азиатский гандикап и предлагают еще более высокие коэффициенты 1.96 здесь важно помнить что при размещении ставок вашей целью должно быть получение наименьшей маржи и как бы то ни было меньше маржа намного лучше любых так называемых бонусов букмекеров друзья подписывайтесь на канал оставляйте комментарии и переходите на следующее видео в нашем плейлисте всего доброго до свидания